Ветераны Решение о внесении изменений в решении Совета депутатов городского Кухимки, о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского Кухимки. Он касается о том, что ветераны-инвалиды войны освобождаются от платежей по обслуживанию и по энергоресурсам за май месяц. Правильно я говорю? Да, да. Крадиционно мы делаем. Василий Михайлович. Я хотел уточнить, может, голос вычисли? Да, это нет просто. Да, наверное, есть. Наверное, есть. Решение, вот, Владимир Владимирович подписал в проект. Решение. Значит, я напоминаю, что мы, когда ссылаемся в федеральный контраст, ссылаемся в том виде, в котором там записаны эти вопросы. Без изменений. Да, у меня вопрос, Александр Павлович. У нас, если не ошибаюсь, в прошлом году мы принимали тогда решение о том, чтобы освободить ветеранов от оплаты ЖКК до конца года. А в этом году возможно, как бы, позволяете им бюджетно расходить и сделать такой же подарок или нет? Можно я отвечу? Подчеркиваю, пожалуйста, прекратите записывать на себя заслуги других. Этот вопрос, инициированный Единой Россией, он официально, выпущены документы по нему в исполкоме. Если нужно, мы их покажем. И этот вопрос рассматривается сейчас Чистяковым, Кайгородовым, на предмет, есть ли такая возможность или нет? Поэтому, еще раз, отвечаю, этот вопрос уже инициирован в партии Единая Россия. Прекратите на себя записывать заслуги других. А теперь, если можно, я... А теперь, если можно, да, я... И, пожалуйста, на решение пригласуем. Я, если я правильно понял, что мы сейчас принимаем решение конкретно по маю, а когда будет рассмотрен вопрос в целом по оценке... Конечно, мы подготовимся, и изменения в бюджете при этом необходимости, и мы вернемся к этому вопросу на очередном состоянии Совета Депутатов, который будет проведен в конце мая. Давайте сначала проголосуем это решение. Я думаю, наше положено. Кто за принятие данного решения? То есть, сейчас мы говорим о моей мести. Прошу голосовать. Спасибо. Против? Вы сдержались? Нет. Решение принято. Мир Владимирович. Да, Александр Павлович, уважаемые депутаты всех фракций, Совет, я хотел выступить с обращением и, значит, до вас довести следующую информацию, вот, касаемо Антонина Васильевна. Значит, ну, вы знаете, что я уже пять лет работаю с вами вместе, да, и такими, вот, что сподвигло меня сегодня выступить с этим докладом. Но, реально, у меня заканчивается терпение, да. Я вас прошу тоже к этому всех серьезно отнестись и меня выслушать внимательно. Вот, смотрите, что происходит. Значит, у нас была проблематика по Морщичинскому полю. Жители были недовольны нашими планами, планами архитектуры, касаемо этой застройки. Я отменяю решение, потому что у меня есть обращение с жителей. И после отмены Антонина Васильевна выступает с инициативой отменить. Понимаете? А мне обратились жители, я это сделал для них. А вы-то тут при чем? Зачем вы так делаете? Я не пойму. Я просто с конкретными примерами. Посмотрите на Даду, когда она опубликовала и когда я отменил. Пожалуйста. Значит, второй момент. Такой же, тоже. То же самое. Капитальный ремонт гимназии 23. Антонина Васильевна подает это как свою инициативу. Говорю вам ложь, вранье. Это инициатива директора гимназии. Позвоните, спросите, кто просил нас о капремонте. Пусть Теслева скажет, она здесь сидит. Это инициатива директора гимназии, нашего бюджетного работника, члена нашей команды. Зачем это записывать на себя и рассказывать, врать родителям, что это сделано. То есть я реально не понимаю правды. Далее. Штрафы на 9 мая. Помните в этом году. Репинскую развязку устроили. Была проблема со штрафами. С самого первого дня инициатор Малиновский. С самого первого дня. Он создавал рабочие группы, он создавал вотсапчаты, он вел эту тему. Он встречался с министром транспорта Московской области. Он доводил до вице-губернатора. Занимался Малиновским. Почему-то инициатива опять подается со стороны Антрина Васильевна. Ничего не могу понять. Читаем мы и не можем реально понять. Значит, также Алешкинский лес. Но я сейчас на нем отдельно, если вы не против, у нас есть такая проблема. Я хотел бы о ней тоже доложить здесь официально, чтобы потом не было никакого недопонимания. Значит, далее. Строительство пешеходного перехода через солнечную систему. Это инициатива жителей солнечной системы, которые там живут. Это не инициатива Антонины Васильевны. Официально заявляю, у нас обращение от людей, несколько сотен. Поступил в администрацию, мы довели до губернатора. Губернатор принял решение, дал деньги. Андрей Юрьевич Воробьев, за что ему огромное спасибо. Вообще, вопиющий случай. Вот вопиющий случай. Значит, ЖК Речной, который заблокирован судом строительства, отозвано разрешение и так далее. Значит, я прямо называю вам срок. В ноябре 2020 года Антонина Васильевна, есть видеозапись и аудио тоже, значит, просит жителей записать обращение к президенту с просьбой построить там физкультурно-оздоровительный комплекс. Хотя прекрасно знает, как депутат совета, что там строительство на сегодняшний день запрещено. То есть, понимаете, что происходит? Депутат совета, депутат архимок просит жителей записать обращение, чтобы жители попросили физкультурно-оздоровительный комплекс. Это же прекрасно построить очередной флоп в городе. Это благое дело на самом деле. Жители обращаются в администрацию, и администрация это исполнить не может, потому что это запрещено судом и законом на сегодняшний день. Да, этот поезд должны снять, когда-то это произойдет, много по этому поводу разговоров. Но сегодня, как это допустимо? Но у вас есть там комиссия по этике, рассмотрите, пожалуйста, мое обращение к главе. Я уже официально просто об этом говорю под протокол. Зачем врать жителям, нашим жителям их обманывать? Прошу вас организовать комиссию по этике и разобраться с этим. Потому что статус депутата сегодня, это статус человека, которого жители, они же выбирают депутатов. Они верят и доверяют. Вам слова не давали, вам потом дадут, вы скажете. Вам потом скажут, не нужно. Пожалуйста, не нужно. Пожалуйста, не нужно. Говорю сейчас я, вы меня слушаете, а потом вам дадут слово. Я не могу давать оценку сейчас в нарушение законодательства, не в нарушение. Но так как коллеги из прокуратуры присутствуют, я тоже считаю, что это мое официальное обращение к вам. Я прошу разобраться в сложившейся ситуации прокуратуру Химок. У нас по воскресеньям госпожа Стоценко Антонина Васильевна и еще некие люди с ней, сейчас не могу сказать точно фамилии кто, устраиватель, санкционированный, ну я не знаю как это правильно называется, я не юрист, как вы все знаете, митинг, пикет, значит, в поддержку так называемого Алешкинского леса, то есть против строительства. Но я не могу давать такие оценки, поэтому их даст прокуратура. Я таких разрешений на это мероприятие не давал, официально заявляю. А теперь вот хочу просто пройти по пунктам и до вас довести следующую информацию. Что такое лес вообще? Лес это обозначение правового статуса земельного участка. Земли государственного лесного фонда подлежат специальному учету в порядке установленного действующего законодательства, как мы все знаем. На территории Московской области это осуществляет комитет лесного хозяйства. Так вот, в соответствии с письмом комитета лесного хозяйства 4 февраля текущего года, земельные участки с кадастровыми номерами 5010-001-015-36 и участок 5010-0010-15-5-42 не относятся к землям лесного фонда. То есть участки, о которых речь не относится. Поэтому это прямое вранье жителям, то есть врет Стаценко нашим с вами жителям, что это лес. Это первое. Второе. Кроме того, данная территория не относится к особо охраняемым природным территориям. В соответствии с нормой действующего законодательства, все охраняемые природные территории подлежат отражению и закреплению в генеральном плане, который вы все знаете и принимали, и в правилах землепользования застройки. Докладываю далее, коллеги. Особо охраняемые природные территории по указанному адресу и ориентирую отсутствуют. То есть ложь. Это не природно охраняемые территории. Далее вообще выбиющая информация. Оба участка расположены на территории Алешкинского леса, со слов Антонина Васильевна. Она вообще не соответствует действительности, заявляю, поскольку Алешкинский лес является частью природного парка Тушинский, коллеги. И полностью расположен на территории города Москвы. Я просил администрацию слайд приготовить. Есть слайд? Покажите, пожалуйста. Вот нет, другой. Там, где картография есть. Второй. Пожалуйста. А этот мы сейчас покажем тоже. Вот смотрите, видите, розовая часть, мы все видим наш город. Это граница Химок. Два земельных участка, они внутри границы. На них нет леса. На них нет леса, пожалуйста. На участках, на которых планируется застройка, леса нет. Лес находится на территории города Москвы. И эти границы четко перед вами. Поэтому прошу, пожалуйста, прекратить дурить голову жителям Химок Антонина Васильевна. Значит, далее, коллеги, в продолжении этого разговора. Из описательной части границы четко следует, что в данном месте расположены земли населенных пунктов, а территория природного парка Тушинский, в составе которого находится Алешкинский лес, осталась за пределами границы Химок 22 февраля 2005 года. Пожалуйста, это другой субъект Российской Федерации. Также я хочу ответить еще на вопросы, которым морочат голову жителям. Наш депутат Антонина Васильевна и ее приятели. Что якобы администрации не исполняется решение суда 2012 года по формированию 75 гектар городских лесов. Докладываю. Во исполнении решения Химкинского суда Московской области администрации выполнена работа по подбору земельных участков, расположенных на территории городского округа Химкин для размещения городских лесов площадью 75 гектар. В ПЗЗ и застройке утвержденных Советом депутатов в 2017 году закреплены земельные участки, относящиеся к зоне Р1 рекреация общей площадью 75 гектар. То есть вы уже закрепили эти участки, сам совет. Из них 46 гектара поставлено уже на кадастровый учет, уже стоит на кад-учете. То есть не просто решение суда исполнено, а уже участки поставили, больше половины, на кад-учет. И работа по формированию 75 полностью завершена в полном объеме на сегодняшний день. А оставшаяся часть земельных участков, сформированных, будет поставлена на кадастровый учет в текущем году или в начале следующего, потому что это процедурная работа. Там ошибки допускать нельзя. Далее. Вопрос 3. Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Якобы. Администрация ХИМОК обязана обеспечить соблюдительным жителям право на благоприятную окружающую среду. И в ходе рассмотрения вопроса застройки вышеуказанных земельных участков, администрация города и Городостроительным Советом, пункт 8, от марта текущего года, номер 12, принято решение о развитии данной территории при условии исключения вырубки зеленых насаждений, если таковые будут. То есть там вообще запретили что-то трогать. Запретил губернатор, запретил Городостроительный Совет Московской области. Нет, врут. Говорят, деревья будут рубить. Баламутят жителей. Врут людям. Вопрос 4. А, еще так же. Планируемые объекты капитального строительства размещаются на участках, где зеленые насаждения отсутствуют. Вообще. И кроме того, на участке с кадастровым номером, который они показывают людям на плакате, 50, 10, 0, 01, 10, 11, 5, расширение 36, вообще не планируется капстроительство. То есть полная ложь. Полностью залили враньем нашим жителям всю информацию. Вопрос 4. По генплану Химок от 2017 года якобы на данном участке должны были построить и обещали построить два больничных корпуса. Значит, вот рассказываю, как можно искусственную информацию исказить, но я этого сделать не дам, пока я тут сижу. Действительно, генеральным планом, действующим в 2017 году, было предусмотрено строительство двух больничных корпусов. Данные объекты имели статус регионального и федерального значения, финансирование которых планируют за счет федерального и регионального бюджетов. Своим письмом Министерство здравоохранения Московской области от 2 февраля 2020 года, номер 0901, подтвердило, что на данных земельных участков размещение объектов регионального значения не планируется. Данное обстоятельство явилось основанием для внесения изменений в генплан, который вывнесли депутаты, города и правила землепользования застройки. Соответствующие изменения прошли все необходимые процедуры публичных слушаний и обсуждений, а также иные согласования, предусмотренные нормами действующего законодательства. Кроме того, при строительстве вышеуказанных больничных корпусов планировалась масштабная-тотальная вырубка деревьев, и именно поэтому их из генплана исключили. Мы же исключили с вами из генплана. Однако современная концепция, наоборот, предусматривает запрет на вырубку, это и есть решение городсовета на это, и сохранение зеленых насаждений в полном объеме, что в полной мере соответствует запросам и интересам жителей городского округа. Давайте так, есть кусты, есть вековые деревья. Давайте ничего не путать. Давайте ничего не путать. Вот мы с ЛДПР разбирали тоже земельный участок, там кусты, а вот потом будут говорить, что там деревья. Ну, то есть мы не можем, у нас нет территории, у нас территория 11 тысяч гектар, мы не можем построиться на воде или еще где-то. У нас какая есть территория, такая есть деревья, мы не трогаем. И вопрос пятый, что застройка 60 тысяч метров, жилья увеличит дефицит, школы, сады, там не будет школы, садов, значит, просто чушь. Читаю, городсовет опять, городсовет читаю. Градсовет на Московской области, выписка из протокола 3103 2020 года, номер 12, одобрена реализация концепции развития территории под размещение жилой застройки по указанному ориентиру в целях обеспечения пострадавших участников долевого строительства ЖК «Авиатор». То есть у нас есть с вами люди, которые пострадали. И прямые наши обязанности и задачи помочь этим людям. Мы же не бросили дольщиков ЖК «Авиатор». Мы им решили вопрос, который не мог решиться годами. Докладываю, детское образовательное учреждение на 140 мест будет построено на земельном участке 5010-001-01-15-42. Нужен сад? Да он нужен не только жителям этих домов. Там в принципе дефицит в этой части города, садов. Средняя образовательная школа на 291 место. Поликлиника на 38 посещений в смену на земельном участке с кадастровым номером 5010-001-015-42. И парковочные места в размере 1041, значительная часть которых находится под землей. Скажите мне, пожалуйста, просто. Я же понятно объяснил, доходчиво. Я прошу прокуратуру проверить, законно ли это. Законно ли это эти митинги делать и врать людям, когда у нас есть документы, подписанные в регионе на это. У меня все. Ну, я хочу дополнить, что мы с вами об этом говорили, когда утверждали последние изменения в ПЗЗ. И четко то, что сказал Дмитрий Владимирович, подчеркивали. И это прописано у нас в наших решениях, что вырубка никаких деревьев на этих участках при строительстве проводиться не будет. Мало того, они не будут запрещены. И все остальное вытекающее из этого. Все мы с вами принимали и утверждали. И я всегда считал, что этот вопрос мы закрыли раз и навсегда. Ну, постоянно муссируется. Александр Павлович, тогда у меня вопрос. Какой? Догонку по поводу генплана. Ну, на самом деле, у меня три вопроса, но пока что... Нет, давайте сейчас дискуссию закончим и вопрос. Нет, Александр Павлович, подождите, вопрос важный. У нас на сайте администрации появился проект решения Совета депутатов о признании утратившими силу решения Совета депутатов. Никаких отмен решений Совета депутатов, которые мы принимали ранее по утверждению генплана, ПЗЗ и так далее, отменений не будут. И все следующие движения по развитию ПЗЗ и генплана будут строиться на базе принятых нами с вами решений. И никак по-другому. Дмитрий Владимирович может подтвердить это. Но, тем не менее, проект решения не висит до сих пор на сайте администрации. Я спокойно могу перейти по данной... Вы знаете, у нас много изобретателей разных проектов, которые почему-то раньше времени их вывешивают. Вот, когда они ко мне попали, я их сразу вернул назад. Хорошо. У меня второй вопрос уже непосредственно Дмитрию Владимировичу. По поводу детской площадки на улице Маяковского, Дон 7. Я думаю, что это вопрос тоже закрыли. Нет, подожди, вопрос не закрыт. Я еще не закончила. Я согласен, не перебивайте меня. Да я не знаю, так строго с нами. В 2020 году была обновлена запись о договоре аренды на данный семейный участок. Я отвечу. Вопрос, почему до сих пор договор аренды не растовывает, если там у нас есть детская площадка, если там у нас есть парковочные места? Почему договор аренды не растовывает? Антонина Васильевна, я вам с удовольствием отвечу на этот вопрос. У нас есть видеозапись ведется, совета, да? Да. Можно это потом тоже выложить в средствах массовой информации, как официальный ответ главы. Докладываю. Мне очень интересно, как же так получилось, что Антонина Васильевна не удосужилась. Просто у нее есть мой мобильный, моя приемная открыта для любого депутата. Как вы все прекрасно знаете, мы видимся с вами в зданиях администрации на улице. То есть я доступен для всех абсолютно. А как депутат может задать любой вопрос, получить на него ответ и дать людям правильную информацию. Вместо этого Антонина Васильевна. И жители этих домов дезинформируют. И сейчас на совете пытается как-то опять... Обязательно. Обязательно. И сейчас на совете пытается опять как-то на себя записать чужие заслуги. Не получится, Антонина Васильевна. Даю конкретный ответ, объясняю почему. Объясняю почему, это очередное провальное ваше дело. Очередной провал. Так, объясняю. Смотрите. Дело в том, что, во-первых, в администрации нет никакого договора. В администрации нет договора. А в рассредстве есть? В администрации Химок такого договора нет. И первое, что должен был сделать депутат, спросить у вас есть этот договор или нет. Второе, как вы все знаете прекрасно, что основанием для подписания договора является постановление главы города, которого тоже нет. Какие-то люди подделали документы, подделали договор аренды на двор. Ну потому что никакой глава не сделает документы и не выставит двор на продажу, это же очевидно. И не важно это сегодня или в 2011 году, как написано там. Я уверен, что люди, которые руководили раньше Химками, не допускали таких ляпов. Уверен просто в этом. Поэтому эти документы являются поддельными, о чем написано заявление в ОВД от администрации нашими юристами и подано иск в суд, я надеюсь, да, Андрей Аркадьевич? Вы заявили подать за признание нас потерпевшими в рамках уголовного дела. Прекрасно. Уголовное дело, замечательно. Вот и все. То есть какие-то люди решили продать двор, а не какие-то, конкретные депутаты Антонина Васильевна Стаценко в эту историю решили влезть и на ней пропиариться. А она, ну, заведомо ее нету. Нет договора, нет постановления, соответственно, продавать ничего нельзя. Более того, речь вообще, они говорят, что у них аренда, аренда не продается, ее можно только переуступить. А вот у нас есть документы, что этот участок в муниципальной собственности находится. Так он объединен договором аренды или нет? Я извиняюсь, только что ответил на этот вопрос. И вы увидите в интернете эту запись и там посмотрите ее еще раз. Четко. Спасибо. Да или нет? Хорошо, ладно. Так вот, в случае, если депутат, глава, оттуда, область, все, все, коллеги. Можно ли мы? Что заканчивается? Очень важно. Нас входит на это. У нас мало. Адрик Васильевна, давайте без митинга. Без митинга, все. Тем не менее, на сходе, на сходе, на Мичуринском субъекте, парковочное пространство, парковка была сдана на проведение аукциона постановлением от 5 апреля в 2-м году, номер 269. Вам сказали. Парковка была сдана на продажу. Вопрос, как это? Вот, если у вас какой-то вопрос есть, вот, запишитесь на прием. Я отвечу. Я отвечу. Ну, давайте, это будет последний вопрос. Закончили дискуссию. Так, скажите, все. Не получится пропиариться снова, Антон Ильич. Рассказываю вам. Это вы даете свою собственность. Ну, это мои обязанности. Это мои обязанности. Вылимся на стол. Да, это мои обязанности. А я попрошу тоже как-то отметить, да, вот, чтобы люди просто, вы это покажите наш разговор всем, пусть все послушают нас. Пусть люди увидят, что Стаценко, например, не голосует за поступление денег в бюджет, на который ремонтируются детские площадки, строятся школы. Пожалуйста, не, есть всегда, что ответить вам особенно. Пожалуйста, поэтому. Теор, вы вопрос, вам ответ. Никакой дискуссии. Я отвечаю, мы заканчиваем. Да, давай, Медвай. А если ты начинаешь думать, что она будет говорить громче, от этого что-то произойдет, нет. Это просто ничего не произойдет. Значит, парковка, ну, для того, чтобы она так называлась, у нее должен быть статус. То есть это должна быть земля, форма подпарковочное пространство. На ней должны стоять автомобили. Либо они бесплатно стоят, либо платно, это зависит в зависимости от того, какую земле статус. Мы выставляем на аукцион только неразграниченную государственную собственность. То есть она и разграничена, мы имеем право ее распоряжаться. Если исторически где-то кто-то паркует автомобили или там что-то происходит, и этот участок полностью и частично попадает в эту зону, всегда предприниматели, которые являются победителем аукциона, они договариваются с людьми, или альтернативу строят, или еще как-то. Понимаете? Поэтому если кто-то просто в чистом поле занял место, машину, паркует по вечерам, а потом мы там продаем гектары земли, и, как сейчас Антонина Васильевна заявляет, ответственно, что это парковка или не парковка, я не знаю просто о каком конкретном участке идет речь. И мы знаем, где у нас какие дефициты, то есть это не просто так, там на сходне выставили там участок под что-то, да, выставляется только так, если есть дефицит. Так же, как и участки под торговые центры не выставляются там, где Мега или Лига, или где крупные торговые центры. Или вы видите, что нет участков на улице Маяковского и на больших магистралях, потому что там есть. То есть это умные решения, до этого делаются анализы, архитектуры и всех служб. Поэтому я прошу просто, ну вот, я надеюсь, я ответил конкретно, да, я ответил конкретно, и я надеюсь, что когда, уважаемые депутаты Совета, 25 человек, я каждый год вам отчитываюсь перед вами, что я сделал, что я не сделал, потом пятилетка будет, буду отчитываться тоже, да. Пожалуйста, я вас прошу, вы это учитывайте, или там вынести это на комиссию, разберитесь с этой ситуацией. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Спасибо. Коллеги, всем спасибо. На этом закрывается наше очередное заседание. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!